Итак, мы с вами финальный аккорд из теории Гавуал, а именно мы должны разобраться, как решаются уравнения в радикалах. Значит, для того, чтобы в этом разобраться, сейчас я прошу прощения, чтобы не прервался посредине векции, буквально минуту я вас еще отниму. Просто я помню все формулы, точнее, одну формулу не помню. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, значит, для того, чтобы понять, что такое решение уравнения в радикалах, нам сначала, естественно, определение того, что такое уравнение решается в радикалах. Значит, а прежде чем все это делать, давайте докажем слабый теорел. Пусть у нас имеется конечное расширение ГЛО, и пусть у нас кроме этого конечного расширения ГЛО и место над тем же основным полем вообще не бывает расширения. Необязательно договорились. Необязательно договорились. Какое, каким расширение. Вот два экземпляра. Сместе с вами В, а один настоящий расширение ГЛО и В это произвольное расширение. Предположим, что каким-то причинам ГЛО у нас лежат в каком-то одном очень большом поле как волну. А в природе, вообще говоря, если каким-то образом замкнули два таких расширения, не очень понятно, как разыскать это поле, в которое можно вложить. И если и если мы допустим, что это расширение уже каким-то образом найдено. Тогда мы можем определить в композиции этих двух полей на славной, естественным образом, как минимальное поле, содержащее поле. Минимальное подполе на славной, содержащее другую поле. Это для любых двух полей. Такое можно определить, которое лежит внутри другого поля, и сейчас обращаю Ваше внимание, что это определён только внутри некого большего поля. Легко видеть, что любой элемент этого композита может быть представлен в виде дроби с числительными знаменателями, которые стоят в полиномах от элементов этого и этого поля. Я не утверждаю, что такое представление однозначно, разумеется, но тем не менее ясно, что любой элемент этого композита может быть представлен, потому что все такие дроби, ясно, что все значения таких дробей, как полной, образуют его покой. В костильдой тоже носка, да. В костильдой тоже носка. В костильдой, да, мы лучше что-то носка, но, да, предполагается, что вложение хамаренькое костильдой совпадает в вложение сюда и вложение сюда. Тогда что имеет место ВСФУ? ВСФУ имеет место следующее упреждение. Композит на поле М это тоже конечное расширение голова. И что касается его группы голова, то она есть подгруппа вот этой вот группы голова. А именно, она коронически изоморфна в группе голова АК, и она в его пересечении УСФУ. Таким образом, чтобы посчитать группу голова композитом от полем М, достаточно смотреть вот эту группу ГАК на К, а верхнюю группу, которая вот здесь вот нарисовалась. Доказательство очень простое. Ну, давайте все-таки дотаем коротство. Значит, это сепарабельное расширение, и это означает, что оно порождается одним элементом. И тем самым, значит, К, есть КП, ГНД, П, это некоторый неприородимый креном, при громский центр, который в КАМАНИК. Поскольку КАМАНИКУ все нормально, то это означает, что КП, это то же самое, что его поле размножения. Это, собственно, для того, что ширине типа КП нормальное. Значит, по впечатлению, что такое композит. Вы видите, что КМ, это есть, то есть нормальное, как поле размножения поляного П, но не полем КАМАНИКУ, а не полем КМ. Это не требует особенностей комментариев. Ну и поскольку КАМАНИКУ есть вот это вот поле, из этого можно сделать выложение конечное расширение голов. Поскольку любое поле размножения поляного 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 поляного, есть конечное расширение голов. Сейчас нужно осуществлять его группу голов, КАМАНИКУ для этого достаточно рассмотреться на ничный гомонартизм КМ над М в группу голов. КАМАНИКУ таковое отображение очевидно. Это просто ограничение соответствующего элемента группы голов на поле К. Почему это ограничение лежит в группе голов? Ну понятно, что оно лежит, потому что на поле КАМАНИКУ оно не действует по определению, оно и на поле М не действует, таково, на маленькие советы. А образ любого автоматизма поля М, любой автоматизм поля М переводит как большое всегда, поскольку как большое нормальное. И тем самым, значит, ну любой автоматизм поля М переводит как большое, и поскольку как большое оно все нормально, то есть его образ это тоже, есть оно сам. Тем самым, это отображение у нас существует. Очевидно, что оно не активно, потому что если какой-то гомонартизм не действует на так большом, то оно не действует ни на нем, ни на так большом, и, соответственно, не может действовать моих композитер, в силу того описания композита, которое я только что предложил. Тем самым, это отображение инъективно, но не обязательно инъективно, а именно, значит, верховидящий его образ содержится вот здесь вот подгруппе ну как галлока на 100 мм, по определению, опять же, этот гомонартизм не действует на элемент Хэм, он действует стреляет, естественно, на этот элемент, он действует тоже стреляет. И тем самым, значит, мы знаем, что это отображение на самом деле сюда, и все что нам нужно, это проверить, что вот это вот, на самом деле, изморфизм. Для того, чтобы это проверить, давайте рассмотрим образ. Нам надо проверить, что любой элемент из образа на самом деле происходит отсюда. И если мы это проверим, то то, что эта стрелка изморфизма может быть доказана. Значит, что нужно проверить, что любой образ, любой бумаг, либо сигма здесь, что любой элемент отсюда, на самом деле, любой образ. Ну, давайте проверим. Пусть альфа – это какой-то элемент полюса большое. Значит, если какой-то элемент H. Если H большое в действительности реально у нас на альфа, то тогда альфа очевидно лежит вверх. Пусть его изморфизма вот этого возрушения. Ну, это означает, что, поскольку альфа сидит у нас в H, соответственно, действия любого автоматизма КМ над M на альфа на самом деле совпадает действием его ограничения на H, и мы предполагаем, что здесь любого такого ограничения на альфа – это реально. Ну, значит, любого действия любого такого элемента, вот этой группы Гуана, альфа тоже тривиально. Ну, раз оно тривиально, значит, мы знаем, что действия любого элемента группы Гуана, элементе альфа, который сидит в K и следовательно в конкурсе, тривиально, значит, они тогда должны лежать в L. Понятное рассуждение? Еще раз, альфа у нас лежит от природы K, и мы предполагаем, что образ любого ваморфизма Сигма при отличении на K действует тривиально на альф. Это означает, что если мы их только рассматривать не будем, а рассмотрим, может, этот автоматизм здесь, а альфа рассмотрим как элемент вот этого вот поля, то это остается сохранить. Образ любого элемента группы Гуана, а альфа в элементе вот этого поля будет действовать тривиально. А раз образ любого элемента Гуана на каком-то элементе поля действует тривиально, то этот элемент должен лежать внизу. Вот это собственно соответствие. Нет вопросов? А почему у нас будет тривиально действовать, когда мы поднимем? Потому что он действует... альфа у нас и легка, да. И следовательно должен вычислить действие любого элемента группы Гуана на альфа. Достаточно вычислить действие его ограничения на K на альфа. Поскольку альфа у нас внутри поля так будет. Мы от первого интересуемся каким-то производим элементом группы Гуана здесь. Как вычислить его действие на альфа? Надо его ограничить на K, а потом сосчитать это бишь. Мы знаем, что если такой маневр будет произведен, то на альфа он будет действовать тривиально. Значит, он природой действовал на альфа тривиально. Тем самым, по теории Гуана для этого расширения, альфа у нас сидит в L. Значит, следовательно, раз мы обнаружили, что любой элемент из этого образа, если действует тривиально на альфе, то он на самом деле сидит в L, и в теории Гуана для этого расширения, альфа у нас попадает со всей группой Гуана. Поскольку мы уже производим элемент отсюда, и обнаружили, что если все элементы группы Гуана действуют тривиально, то он решит к низу. Соответственно, в теории Гуана для этого альфа должен совпадать со всей группой Гуана, и мы тогда решим. Ну и теперь давайте определять, что такое решать уравнение в Абикаллах. Я, естественно, дам два определения, а потом сформулирую все элементы, которые покажет источник в Абикалле. Значит, первое определение. Пусть К... Да, заниматься проблемами решения уравнение в Абикаллах я буду, подобно тому, как это говорит в Абикалле, исключительно на поле национальных чисел. Итак, пуст К наску – это какое-то конечное расширение. Не обязательно расширение Гуана. Определим А, как минимальное расширение Гуана, содержащее К. Мы будем во всей этой теории рассматривать как поля одного гибридического замыкания поля. Мы зафиксируем поле всех алгебраических чисел. Например, взяв поликомплексных чисел и рассмотрев все алгебраические числа внутри него. Алгебраическое замыкание К у нас будет фиксировано. Что происходит внутри него? Итак, пуст К – это минимальное расширение Гуана под расширением вот такого, подчеркиваю, которое есть расширение Гуана и содержит К. Тогда расширение К наску называется разрешимым. Тогда и только тогда, когда группа Голова есть на спору расширимая Гуана. Я надеюсь, что теорию групп для разрешимых вдруг уже вся аудитория выучила. Тем не менее, на случай, если вдруг нашелся такой человек, который учил что-то более важное, я напомню, что группа уже называется разрешимым, если имеется такой композиционный ряд по другу. То, что нарисовано, означает, что каждая подгруппа есть нормальная подгруппа в следующей за ней, и соответствующая фастор группы есть какая-нибудь циклическая группа. Значит, имеется ряд нормальных друг в друге подгрупп, но не обязательно, конечно, самой в рубеже, такие, что все последственные факторы ждут циклические группы. Такая группа называется разрешимым. Это, как бы, простейший класс групп, кофик-мототип. В случае, если эта группа была разрешима, то наше решение конкурс исходное называется разрешимым. Теперь давайте дадим классическое определение разрешимости вертикалов. Ну, точнее сказать, классики нам не заморачивались этим определением, но я предпочитаю вас по-моему. Извините, извините, а вот есть такая теорема, что у композиционного ряда фактор, ну, в смысле, может быть разные композиционные ряда, но факторы не зависят, ну, в смысле, на двух факторов он будет знаковый, не зависят от композиционного ряда. Ну, есть такая теорема. С точки зрения теории и поля, это что значит? Ну, как бы, как это переформулировать? Ну, соответственно, мы должны брать башню под расширение. Брать башню под расширение так, что каждое под расширение нормально на следующем расширении. Вот, соответственно, такое башню под расширение мы не выбрали. Значит, набор, соответствующих групп ГЛУА, если все эти группы циклические, и при этом циклические, в порядке П-эфферененции простой, то этот набор этих Н будет не зависеть. Не зависит от башни. Определение. Значит, пульс П – это неприводимый поляно. П-эфферененции простой. Мы будем видеть уважнение по ряде Х на эту нему. Разрешиваем радикалов. В том случае, если существует такое поле Н, содержащее поле расположения этого поленома, то есть все корни этого поленома, и под Н споспорей. Такое, что для любого И существует такой, я не знаю, как поле Н и Т, что Н и Т, есть Н и Н и Альфа, это первое условие, и второе условие, и Альфа – корень поленома Т, В, М, Т – А, при некотором А, сидящем Р, минус первое. И как он Т. И начинаем. Когда уравнение разрешимого радикала. Когда в корне этого уравнения можно получить последственные процедуры вычисления радикалов и включения их угранических выражений. Вот это вот и то, что тут написано. Мы можем в будущем вычислить вот этот поле, найти его примитивные элементы, вычислить его в виде алгебраического выражения от радикала aquilo из элементов R0, потом следуем, найти примитивные элементы вычислить его в качестве алгебраического выражения отварения из элементов R1, и т.д. И в конце концов мы дойдем до того, что любой элемент поля им может быть вычислен в качестве, как результату такой последовательной процедуры, ну и в частности, что любой поля для такого уравнения тоже может быть таким способом вычисленным. Это формальное определение того, что такое уравнение разрешимого в разрешении. Это означает, что мы можем ограничиться с процедурами сложения, умножения, деления и извлечения корней, для того, чтобы вычислить полный поля. Ну, теперь давайте смомулируем теорему. Уравнение короты с равно 0 разрешено в разрекалах. Тогда и только тогда, когда расширение купе-нотку разрешимо. Я использую здесь расширение купе-нотку, а не поля разложения. Ну, ясно, что расширение разрешимо в разрекалах, тогда, когда его поля разложения разрешимо в разрекалах, если посмотреть на определение, которое написано на третьей четверти. Давайте доказать. Ну, ввиду той теоремы, которую мы доказали на предыдущей лекции, это доказательство должно смотреться достаточно легко, поскольку мы знаем, что все циклические расширения, суть на самом деле расширения корнями, но в том случае, если корни из единицы в достаточном количестве присутствуют в нашем корне. Но ясно, что включение корней из единицы в нашем поле, это тоже процедура, которая осуществляется путем извлечения корней, и поэтому на характер разрешимо в разрекалах все это не влияет. Мы можем любое количество корней из единицы к нашим полям добавить, в этот постановку проблемы разрешимо в разрешимостях металла никак не изменить. И сейчас я пользуюсь вот этим вот темой, просто формально, просто отводив это доказательство, оно в условиях того, что он уже известно, это доказательство практически привиальное. Ну давайте, значит, давайте сначала в эту сторону доказывать, пусть наше уравнение разрешимо в разрекалах, нам надо доказать, что вот это вот расширение, это разрешимое расширение. Ну давайте напишем, естественно, привлечение, которое мы фиксировали с самого начала, где L это поле из вот этого определения. Из него L, прошу прощения, из того определения, которое справа, мы сейчас доказываем, что есть уравнение разрешимо в разрекалах, то оно разрешимо. Тем самым использоваться как выполненные, можно в условиях правого определения, а не левого. Итак, пусть у нас имеется вот такое вот положение. К это купе? Что-что? К это купе? Да, К это купе. Пусть у нас имеется вот такое вот положение. Мы можем, значит, опять, расширение может быть нормальным нахуй, в этом определении, собственно, не сказано, что расширение L должно быть нормальным нахуй. Это расширение, определение чисто функционально. Ну вот, мы, оно, вы понимаете, что существует вот такое вот поле L. Нам удобнее делать расширение металлона, поэтому давайте теперь поле L поменяем на поле L сволной. Где поле L сволной, это минимальное такое лабораторическое замыкание, которое содержит все Сигма-Отель. Здесь Сигма-Отель образы L в алгоритическом замыкании относительно различных автоматизмов этого алгоритического замыкания. Эти образы могут все сопоставить, если наше решение, если решение головы. Давайте, если не совпадает, то давайте рассмотрим расширение, которое все эти образы содержит. Соответственно, вместо расширения литов из этого определения будет написать расширение литов с волной с ними дошкольниками. Значит, и получим, нарисуем базы расширений не по L-1 и так далее, а то же самое с L-1 и так далее, а то же самое с L-1. Давайте нарисуем точно такую же базу, и очевидно, что вот это вот условие тоже будет выполнено. Ну, потому что если наше расширение, ну, то, может быть, эту базу надо будет, надо будет, надо будет, надо будет, надо будет немного, как называется, разведить, да. Может быть, тебе надо будет немного, как разведить, потому что мы знаем, что если L-1, скажем, на L-0, разведено корнем вот такого вот уравнения, то образ какого-нибудь сигма от L-1, порождённого образа на того же сигма от L-0, корнем такого же уравнения. Тем самым, если, ну, и, наверное, ничего не надо разряжать, поскольку это уравнение не меняется. А, нет, может поменяться, да, если мы применим какую-то сигму к L-1, то она может на L-0 тоже действовать, и поэтому это A может поменяться. Ну, то есть таких уравнений может понадобиться несколько вместо одного. Но в любом случае, решение L-1 с волной на L-0 с волной, ну, скажем, L-1 с волной на L-1 с волной, подошли, но несколькими, какими-то уравнениями, и можно соответствующие повышениям оставить, ну, вот. Тем самым, тем самым, можно считать, что все повышения, повышения ГЛОА. Теперь давайте, теперь давайте зафиксируем степень. Я вовну, больше не буду писать, буду писать без волны, считаю, что мы просто все повышения решила. Пусть L-1 это степень самого дальнего расширения над полем кул, и пусть G это элемент пущей черты, который есть примитивный плейнер-10. Вот тот персонаж, который нам нас забрали в той картинке, который нарисован на справа, чтобы доказывать серию. Теперь давайте готовим новую материну спалить, значит, которая выглядит так. 2-Z, 2-A, L-1-Z и так далее, L-1-Z. Кросс-определение Эй-и стильды. Какое? Эй-и стильды, квас-и-дляния. Эй-и стильды, это соответствующее расширение, вместо Эй-и-и, мы поменяли на Эй-и стильды, и Эй-и стильды должны быть расширением Галуана. Я объяснил, почему. Башню использовали в расширении, и можно поменять на такую же башню, только из расширения Галуана, и все условия, которые там написаны, все равно будут выполнены. То есть это нормальное расширение, содержащее Эй-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Значит, эти расширения, то все расширение ГУЛА по предыдущей теории, вон она здесь нарисована, она в точности может быть здесь применена. Как предположить, это там будет расширение Л с расширением КОДЗ, и поэтому соответствующие расширения, до конца, тоже будут расширения ГУЛА. Соответственно, для любого И мы будем иметь следующее условие, элиты АЗ, верни, элиты минус первого АЗ, есть техническое расширение ГУЛА. Характерическое связи с тем более 1-0, и поэтому условия, связанные с характеристиками теориями циклических расширениях, мы можем считать кривиально выполнены, и тем самым это означает, что раз все вот эти вот расширения, суть циклические расширения ГУЛА, то они пораждаются к обмену вот таких условностей. Мы доказали это при расходе предыдущего примера. Если у нас имеется циклическое расширение, при этом на самом поле у нас лежит корень n, то есть являющая степень любого этого расширения, дельная вот такого Т. n, это у нас степень самого большого расширения, поэтому степень любого промежуточного расширения, это есть делитель всей большой степени n, тем самым нужный корень из единицы у нас автоматически лежит в соответствующем поле. В любом вот таком вот расширению может быть применено вся его циклическое расширение. Ну вот, и раз это расширение, ну, значит, значит, оно циклическое. Это и есть ровно вторая половина утверждения из вот этих вот тяний. Ну и поскольку оно циклическое, значит, его группа ГУЛА есть. То есть это расширение ГУЛА и группа ГУЛА есть циклическая группа, и тем самым мы можем процветовать группу ГУЛА всего вот этого расширения z на квад-гэта. Мы можем процветовать нормальными подгруппами с циклическими патруми. Вот, если мы рассмотрим вместо вот таких вот расширений расширения L1 на длинную, то соответствующая группа ГУЛА будет заложена по подгруппе. Друга ГУЛА вот этого вот расширения. И замокли за подгруппами вот мы на это теоремы нанесу. Все, тем самым, значит, одну сторону теоремы доказывают. Я хочу доказать в другую сторону, оно выглядит абсолютно так. Значит, просто надо начать отсюда и использовать все теоремы в обратном направлении. Некоторые мелкие детали будут отличаться, но идеологически гарантирую вам, что ничего нового там нет. Значит, тратить время на вторую часть, а потом доказать, что он нет, мы не будем. Теперь давайте несколько определён исторический экскурс. А именно, посмотрим, я прошлый раз уже говорил, какие уравнения общего вида решаются в радикалов, то есть переговорные уравнения общего вида радикалов не решаются. Но давайте посмотрим те два случая, когда уравнения в радикалов всё-таки решаются. Мы хорошо знаем, но те три случая, поскольку в случае уравнения второй степени реально решаются в радикалов, а уравнения второй степени реально решаются в радикалов, и нам не надо здесь ничего анализировать. А вот уравнения третьей степени и четвёртой степени — это вещь, на которую имеет смысл взглянуть. Значит, ну давайте сначала отводим кубическое уравнение. Путём применения воздвига уничтожим у него второй член. И уравнение будет выглядеть вот таким вот образом. Значит, хорошо. Известная и знаменитая формула Картана говорит, что корни этого уравнения задаются следующей формулой. Х есть корень кубический из минус Куба пополам, минус Куба пополам сори, плюс корень квадратный из Куба пополам, плюс Куба пополам, минус корень квадратный из Куба пополам, Мы видим, что тут спирит, возможно, 9 комбинаций корней своего испарка, вправо, в то время как корней исходного уравнения, очевидно, всего 3, но дополнение к этой формулы говорит, что понимать это надо следующим образом, а именно у этого числа и 3 кубических формы отличаются умножением на хоре-кубические линии, для того, чтобы их сумма была одним из корней, мы должны выбирать таким образом, чтобы произведение вот этой половинки формулы и вот этой половинки формулы равнялся в точеке меру-кубе делить на 10. Легко видеть, что если мы перемножим вот эти две половинки формулы, то у нас останется более публичный как кубик делить на 20. Таким образом, из 9 комбинаций у нас остается только 3 комбинации, вот эти 3 комбинации мы будем складывать по парам, чтобы получить рекордное равнение. Это формула Сандана. Значит, я обращаю внимание на то, что формула Сандана, каким образом вообще говоря, получается расширение, поразделенное корнями вот этого уравнения? Это расширение рассматривает поле разглажения вот этого уравнения. Поле разглажения этого уравнения, как известно, у нас может быть получено в 2 этапа. Мы это проверяли, когда изучали соответствующий пример. А именно, мы сначала должны рассмотреть дискриминант и рассмотреть корень из этого дискриминанта. Значит, рассмотреть расширение, поразделенное в куб от корнями квадратного дискриминанта вот этого уравнения. Это расширение может быть тривиальным, но и кубатичным расширением, в зависимости от того, является наш дискриминант квадратов кубик или не является. Значит, после того, как мы вот это такое и дискриминанта добавили, мы знаем, что оставшееся расширение, это и циклическое расширение. Это и есть расширение голова в кубинетре. Это мы все время изучаем, но то, что мы знаем, что это в целом расширение голова, группа, может быть, тематрическая группа и знакопеременная группа. И зависит от того, вот этот дискриминант является квадратным кубик или является квадратным кубик. Если является, то наша группа голова – знакопеременная группа, то есть 2 квадратный. А если является, то это расширение знакопеременной группы с помощью, знаете, пополам. Итак, легко видеть, что эта формула напоминает вот эту вот процедуру. Извлечь сначала корень из дискриминанта, а потом решить кубическое уравнение группы голова, которого циклично. Единственное, разница состоит в том же, если внимательно присмотреться вот этому вот форму к квадратному, то мы обнаружим, что у нас в дискриминанте от них не из дискриминанта. А именно, дискриминанту вот этого вот уравнения равен, это легкая задача, которую я включаю либо в домашнее задание, либо в инкаре, они знают, что случится в этот раз, то есть у нас в этом уравнении есть минус 4 в кубе минус 27 в кубе квадрате. Легко видеть, что выражение, которое тут написано, является не дискриминантом дельта, а минус 3 в кубе квадратный корень, а минус 3 в кубе квадратный корень, а вот и не отсюда, как при стандартном поле разложения поля новой третьей степени на квадратичное и кубическое расширение. Приблизяшись немного к этому вот уравнения, ну вот это минус 9 на 180, вычистое, получится очень компонентно, конечно. Вот это уравнение, где можно извлекать квадратный корень, а если всё ещё квадратный корень извлекается на меня ключом, то получится, что это уравнение отличается от квадратного корня из дискриминанта, на квадратный корень из минус 3. Ну вся аудитория, я думаю, уже узнала квадратный корень из минус 3, и рациональный, который входит в кое-кубический за единиц. И тем самым различие этих процедур связано с тем, что формула Сардана работает всегда, в то время подтверждения о цитрических расширениях, работает в том случае, когда кубический корень из единицы лежит в основном поле. Значит, я призываю аудиторию вот это деление изучить внимательно, и для себя призываю, это настойчиво очень призываю, потому что это страшно, полезно для понимания того, как работает теория ГЛО. И изучить, значит, как связаны формула Сардана, и процесс решения уравнения вратикалов только что описан, через последствия описания цитрических расширений. Будем считать, что это неформальная домашняя задача. И последнее, что я хотел бы тут сказать, это привести пример с уравнением четвертой степени, так называемого формула Сардана. Он, как и парадоксально, проще. Ну, или, может быть, это и не парадоксально и есть, поскольку после того, как с кубическими уравнениями разобрались, формула для решения уравнений четвертой степени появилась довольно быстро, что и неудивительно, потому что структура симметрической группы на четырех элементах симметрической группы на другом элементах это схожие вещи, а значит, в другую легко выражаются. Давайте, значит, мы сейчас форму убираем. Значит, пусть форма наше уравнение В выглядит так. x4 плюс x2 плюс x2 плюс x2 плюс x3 равняется нулю. Опять же, кризисер при кубку я убрал при помощи линейных остановок. Давайте назовем ее с агментами этого уравнения. Вот это, к сожалению, то место, за которое мне приходилось сходить в печатающий аппарат, но я наизусть эту формулу не помню. Может быть, те, у кого память лучше, ее легко запомнят. Его линейных остановок нам будет выглядеть так. y в кубе минус 2p y в квадрате плюс p в квадрате минус 4r y плюс p в квадрате равняется нулю. Это новое уравнение, которое я имею в виду линейных остановок для предыдущего уравнения и все присутствующие, будучи знакомы с латинскими корнями, с корнями легко поймут, что слово резервмента возникло как указание на то, что это уравнение помогает решать вот это вот уравнение, которое написано наверху. Правда, название это не прижилось. По следующей причине уравнений в более высокой степени подходящийся закон не оказалось. Так вот, это резервмента и это уравнение связаны следующим образом. Корни исходного уравнения связаны с корнями резервмента. Объявляем это следующим образом. Игорь первый есть x1 плюс x2 помножить на x3 плюс x4. Нет, все-таки, да, все правильно. Игорь второй есть x1 плюс x3 помножить на x2 плюс x4. И, наконец, игорь третий есть x1 плюс x4 помножить на x2 плюс x3. Проверка того, что это действительно так, это совсем элементарная задача. Я не буду это весь на экране проверять. Отражение чего это обстоятельство есть? Это отражение, есть отражение того, что он в симметрической группе на четырех элементах имеется специально нормальная обогруппа. Пусть у нас есть группа f4, посмотрим тогда по группу f4, которая состоит из следующих подстановок. единичка 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, и 1, 4, 2, 3. Это нормальная подгруппа. Это нормальная подгруппа и поле инварианта пересечения вот этой вот подгруппы. Значит, группа была поле расслабления нашего полинома. Это какая-то подгруппа в расслаблениях, как мы знаем. И если мы расслабим пересечения группы V4 в группу V4, то получится какая-то подгруппа в группе V4. У этой подгруппы есть поле инварианта. У любой подгруппы есть поле инварианта. Из поля инварианта пересечения вот этой вот подгруппы с группы V4 есть не что иное такое расслабление гранит. КИКЛИКЛИКЛИКА Где R это из-за 1. А сама эта группа и заморда Z20 плюс Z2, очевидно. Z по полонку и Z по полонку. Вот эта вот эта группа и заморда Z по полонку и Z по полонку. Ну и соответственно, чтобы получить набор корней нашего вражнения из набора корней, и заморда в общем случае надо с ландой решить квадратные уравнения. Это ровно соответствует двойное решение квадратного уравнения. Это ровно процедура, которая объявитом определяет X. Как легко убедиться, если учесть соотношение, что сумма всех четырех корней равна 0. Если использовать соотношение суммы всех четырех корней равна 0, то для того, чтобы по Y мы вычислили X, глядя на эту формулу, он может быть два раза чуть-чуть квадратное уравнение. Каждый может решить в этом уравнение. На этом теория общего уравнения четвертой степени заканчивается. Ну, а с пятой степенью, сами знаете, ничего хорошего не вышло. Режим венту для уравнения пятой степени искали долго, и только в самом конце начали догадываться, догадались об этом Лаганш, Руфини, Апель и Галуа. Последовательно с этим вопросом? Да, а если характеристика не нулевая, но при этом не 2 и не 3, эта штука будет работать? Ну, для третьей, для четвертой степени? Да, причем и не работать. Будет работать, конечно. Если характеристика не нулевая, не 2 и не 3, все это будет работать. Ну и, еще раз повторюсь, характеристика решения уравнений. В радикалах поставлена была для поля рациональных чисел. Соответствующую проблему можно сказать и в более простых полях. И там она как бы будет решаться по разному. Например, давайте рассмотрим конечное поле. Мы хорошо знаем, что любое уравнение там решается в радикалах, потому что любой элемент удовлетворяет какому-то уравнению вида х в квенте минус единица, минус это равна единица, равно единица. То есть там в конечных полях любой элемент и корень из единицы. Ну, опять же, кроме кв конечных полей, есть еще много других полей, каждым из которых можно решать сами проблему решения уравнений отдельно. Но на самом деле философия здесь немножко другая. Дело в том, что, собственно, сама мысль, что все уравнения хорошо бы, чтобы их можно было решить в радикалах, это мысль, которая по каким-то исторически неожиданным причинам пришла в голову математика. Просто процедура извлечения корня казалась самой простой процедурой, в то время как существует много других уравнений, решения которых можно объявить элементарной процедурой, не обязательно уравнения вида х в квенте минус что-то. И более того, в современной теории часто элементарными уравнениями объявляются уравнения не обязательно даже алгебраические, строго говоря, ну точнее сказать, в которых используются не обязательно алгебраические функции. Строго говоря, уравнение х в n равно единице, которое определяет корни из единицы. Оно тоже, оно конечно алгебраическое, но тем не менее, его решения являются значениями хорошо известной не алгебраической функции, а именно экспоненты. И это не случайное явление, теорема коннекера Ревера, которое я упомянул в прошлый раз, говорит о том, что решения любых уравнений, поле разношения которых обладает коммунитативной группой ГЛО, могут быть выражены через корни из единицы, то есть на самом деле через значение экспонентов рациональных точек. Подобное явление работает не только над полем рациональных чисел, например, если мы возьмем мимо квадратичное поле, и поинтересуемся решением, каким образом выразить решение уравнений поле разношения которых обладает коммунитативной группой ГЛО, но он же не на поле рациональных чисел, а в мимо квадратичном поле. Обнаружится, что это тоже можно сделать, и можно это сделать при помощи уже просто изручки чисто трансцендентной, а именно нам понадобится значение рациональных точек, эллиптических или модулярных, либо и то, и то, и то. К сожалению, на более широкий класс полей это распространяется с трудов. Точнее, это распространяется на полях, которые получаются из вполне вещественных полей, той же процедуре, как мимо квадратичное поле, получается из поле рациональных чисел, а вот хуже, гораздо, дело стоит с самими вполне вещественными полями. И если мы зададимся вопросом, каким образом построить те расширения какого-нибудь вещественного квадратичного поля группы ГЛО, как решить уравнение над вещественным квадратичным полем ГЛО, разложение которого коммунитативно, то обнаружится, что хорошего ответа на этот вопрос до сих пор нет. Хотя существуют разные приближения к хорошему ответу, тоже, как правило, использующие разного рода неалгебраические функции. Современное точное зрение на этот вопрос состоит в том, что если мы хотим дать ответ на этот вопрос, то нам надо использовать так называемую некоммунитативную алгебраическую геометрию. Я задержу здесь это обсуждение вопроса о том, что это такое, поскольку аудитории пока что первое, что можно сделать, это хорошо выучить коммунитативную алгебрическую геометрию, а потом уже можно переходить с некоммунитативной. Все на этом про решение о обмене в радикалы. Едем дальше. Нам осталось буквально, в теории ГЛО нам осталось единственное утверждение, и я сейчас это утверждение сформулирую. Это утверждение как раз уже будет применяться в теории ГЛО с самым широким образом. Сейчас секундочку. Врату меня за то время. Держава. 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 И так, последняя теорема из теории ГЛО. Музыка. По-моему, я номер 30, да? 29-я, наверное, была при решении многих евразикалов. Представьте себе, пусть у нас имеется опять же конечное решение, в данный раз необязательно было, но это по-равильному. И М опять же произвольное решение. Рассмотрим цензурное произведение номер 100 на поле Н на самарике. Обращаю вас внимание, что у вас сейчас предыдущая со скоростью проповедовка теоремы. Вы это теоремным анализируем, чтобы поля Х и Н у нас были под краями какого-то общего большого поля. Мы используем постановку, что это отдельно задуманное расширение в произвольном образе. Соответствующее, как поле Х большое, так и маленькое суть веторного пространства, на самарике мы можем осмотреть тензурное произведение этих веторных пространств, имеет структуру алгебры, что у нас на большинство над М. Мы будем инфицировать со структурой алгебры над Э. Это М-алгебра. И теорема говорит о том, что существует мезомартизм этой алгебры с прямой суммой М-алгебра М-сито, где алгебра М-сито, суть в конечном расширении. Поле М-сито, где М-сито, где М-сито, где М-сито, это методы неприводимой полиномы. М-сито у нас сидят в коапции, а неприводимые полиномы в центре Хаманинка. Обращаю ваше внимание. А нет, небо вообще прям большое. Неприводимые полиномы в центре Хаманинка с условием, что сумма их, значит, это неприводимые полиномы, и сумма их степеней равняется степени Хаманинка. Разумеется, полиномы ПИТ не определяются однозначно. Но, несмотря на то, что полиномы ПИТ однозначно не определяются, последнее упражнение степени, самое важное, состоит в том, что набор расширений МИТ МИТ однозначно определён с точностью до попарного изомартизма, то есть до перестоловки членов. Это означает, что есть у нас МИТ. МИТ однозначно — это один такой набор, и М3 однозначно — это другой такой набор, то во первых составляющих в этом наборе одинаковое количество, и во вторых мы можем такое соответствие между индексами И. И индексами Ёжа у нас имеют место изомартизма в расширении МИТ на М, и соответствующая МИТ на ЧТ. Чрезвычайно важная и полезная теорема, она будет использоваться следующим образом. К на ЧТ у нас будет некоторое расширение поля гембранических чисел, например, конечно, расширение поля Q, а М у нас, в качестве М у нас будут выступать разные поля с гораздо более сложной структурой элементов, с гораздо более простой структурой группы головного гембранического замыкания. Например, поля вещественных чисел. Если мы рассмотрим поле вещественных dus, то в качестве М поле вещественныхlus, а в качестве К т такое расширение Кл, а без diversity будет какое-то конечное расширение Q. То тут у нас получится сумма конечных расширений поля R. Сумма конечных расширений поля R состоится, как известно, из метров набора полей R и метров набора полей зан squeas Gerchis. И это та процедура, которая используется приularми так называемой диаметрии чисел. Мы диаметры чисел излагать здесь не будем, поскольку это изложение довольно скороботно. А вместо этого в конце нашего курса изложим более органированную конструкцию, которая называется конструкцией D или E. Две эти конструкции на самом деле друг другу из пиланчика. Но вот в частном случае поля N я упомянул. Поля N мы будем использовать также и другие поля N, и все эти поля будут поля N. Более того, в разговоре о Эделях и Эделях мы будем использовать все поля N и полиоуещественные числа одновременно. Но для того, чтобы все это использование было возможно, сначала можно изложить общую тему, и вся она сводится более-менее в квадрате во все время. Давайте все время докажем, доказательство ее опускать было бы глупо. Давайте сначала покажем, что такое воплощение существует. Ну а именно представим К в виде расширения КП, отвечающего какому-либо непревозимому поленому П с коэффициентами К маленького. Ясно, что расширение КП, поскольку она конечность и парабельная, всегда можно представить его в таком виде. Но, разумеется, не однозначно. Представим КП в таком вот виде. Давайте теперь сочетаем вот эту вот алгету. Значит, что такое у нас с кальцией? Кальцией у нас есть ничто иное, как кальция, профокриаризованная по идеалу пораженного поленому П. Давайте теперь вычисло идиаторное произведение. Для этого это надо на К помножить на М. Это то же самое очевидное из универсальных свойств кальциевого произведения, что это то же самое, что МАТ профокриаризовать по идеалу, раздеванному тем же самым поленому П. Идеал то тот же самый, а алги произменилось. После того, как мы тензором помножили на его, наши рецепты поменялись с... Нет, сейчас верхнее равенство, наверное, на верхнее равенство брать. Шестер? Ну вот равенство кара, но... Верхнее равенство, выше, выше. Выше. Верхнее равенство кара, но про те профокриаризованную по идеалу П. Центр на умножить. Центр на умножить, значит. Я сначала написал это, а потом... Я уже был вложен на ум, а это у меня получилось 24 тысячи в северку. Правда прощения, надо было этого не допускать. Ээээ... Итак, все, что там осталось, я обречусь от этого уголовного мнения. Ну давайте теперь представим П0 в виде произведения П и Т, где П и Т суть неприводимые поленомы. Поленом П был неприводим над полем К маленькая, но, естественно, совершенно не обязан остаться неприводимым над полем Н. Он там может разложиться вплоть до разложения на вид Н. А может остаться неприводимым, а может с ним еще что-нибудь случится. Ээээ... Давайте напишем его как произведение... Ээээ... Как произведение неприводимых поленом. Эээ... Все эти неприводимы... Поленомы попадут взаимопросты, поскольку наше решение было исходно сепарабельным, тем самым поленом П тоже сепарабельным. Значит, поленомы призы попадут взаимопросты. Значит, тут не бывает, нету никаких призы какой-то стихни в этом разложении. Эээ... А теперь мы можем отказываться гистратить сириевого обоспалка. Которая говорит, что если мы рассмотрим кольцо поленома, мы просто поленомов и профессионализуем его по идеалу по рожденному произведению, произведением попарного взаимопросты поленома, то это будет то же самое, что сложить... По основанию прям отец, пропустеризованный по... ...отдельным со множителями полиции. Ну и вы видите, что это есть не стояное, как сумма. МПИТЭ, что нам и доказывает существование вот такой конструкции. МПИТЭ, суть поля пораженные камня одним корнем непереводимого поленома. МПИТЭ и тем самым это те самые расширения, которые нам требуют. Они есть сепарабельными расширениях более М. Но мы и требовали, что в ПИТЭ лежат в КАТ, а тут и не лежат в МФТ. Ещё, в ПИТЭ лежат в КАТЭ, совершенно справедливые, они автоматически лежат и в МФТТО. Сейчас, а где вы доказали, что он лежат в КАТЭ? В КАТЭ, в Поленом... А, прошу проявление, ПИТЭ, конечно, в КАТЭ лежать не обязан. В ПИТЭ у нас сидят меморки. Ну, конечно, в КАТЭ не могут лежать, поскольку ПИТЭ был неприводим. Хорошо, что хоть сейчас заметили вообще, что я это следовало заметить, когда я это дело только писал. Итак, требуемое разложение мы получили. После того, чтобы мы требуемое разложение получили, надо доказать, что оно единственное. Ну, давайте докажем. Единственное. Значит, давайте... Предположим, что у нас существует изморкизм. ПИТЭ равняется плюсом штрих ИОТЭ. Нам надо вычерить перестановку, которая установит попарный изморкизм вот этих вот расширений поля ЭР. Давайте ИИТЭ у нас будет проекция алгебры плюсом ИТЭ на ИТЭ компоним. И ИОТЭ штрих тоже самое будет в правой части. Вот видишь, это суть гоморфизма алгебры. Настоящее гоморфизм и колец, значит, которые единственные его единицы. Значит, это гоморфизм, это алгебра возле этого поля. Это гоморфизм, соответственно, этой алгебры в отдельной поле МЮТЭ. Теперь давайте определим идеал ИИТЭ в... ...как ядру. Ядрой был гоморфизм, конечно, есть идеал. Я уже отметил, что единица переходит в ИТЭ, поэтому это настоящий идеал. Я напомню, что в кольцах я идеалы не считаю, только настоящий идеал, а тривиальный идеал не считаю. Итак, ИИТЭ — это некий идеал в этой аккаунте. Обращаем вас на то, что произведение под всем ИИТЭ и дела от ИИТЭ есть нулевой идеал. Если у нас отображение, элемент переходит в ноль при любой проекции, это означает, что этот элемент есть ноль. Поэтому произведение всех этих идеал — это нулевой идеал. Это следует, конечно, из того, что МЮТЭ штрих — это поле. Тем самым для любого ИИТЭ у нас имеется несколько следующая формула. Произведение переделка штрих на... Да, давайте я еще забыл обозначить изоморфизм. Пусть изоморфизм мы будем начать его скидить. Итак, произведение ПИИТЭ штрих на ПИИТЭ и ИИТЭ — это то же самое, что ПИИТЭ штрих на произведение. ПИИТЭ штрих на ПИИТЭ, то же самое, если ПИИТЭ штрих от ФИО произведения и ПИИТЭ штрих на ПИИТЭ. Какой бы мы не знали, за какой бы мы взяли номер 2-4, произведение вот таких вот... вот таких вот идеалов в МЮТЭ штрих есть ноль. Это есть проекция произведения ПИИТЭ штрих от вот этого идеала есть какой-то идеал в МЮТЭ штрих. И произведение есть ноль. Значит, если это произведение — ноль, и тем самым существует какой-то юмор, такой, что отверния сомножителя есть ноль. Почему это так? Потому что не могут ведь все сомножки быть ненуевыми. Если сомножки не ненуевыми, значит, их образы — суть всё поле везде. Их произведение не может равняться ноль. Если произведение равняться ноль, то какой-то из этих сомножителей — ненуевый идеал. Вморе, обращаю вас внимание, никаких идеалов, кроме нулевого просто нет. Если образ не есть всё поле, то тем самым образ должен быть нулевым идеалом. Тем самым какой-то из сомножителей должен быть нулевым. Ну и на такой конкретный сомножитель нулевой — это означает, что такое «и». Значит, для каждого юмора такое вот «и» существует. Давайте мы это обстоятельство отдельно напишем. Для любого юмора существует «и» такой, что ненужный штрих композиции «и». Может и такое случится сразу для двух «и». Пусть для «и» один и «и» два и для «и» один и «и» два для обоих выполненных из этого слоя. Может и такое случится. На самом деле, такое случиться не может, потому что если мы рассмотрим идеал «и» один и «и» два, то их сумма содержит единиц. Обращаю вас внимание, что в этом идеале ничего нет такого таинственного. Это идеал, который при проекции на элементру, в котором «и» координата равна нулю. Соответственно, значит, если у нас есть два идеалла, которых «хитая» координата равна нулю, и которых «й» координата равна нулю, то легко найти элемент, у которого «хитая» у первого «хитая» координата равно нулю, у второго «й» координата равно нулю, а сумма «хитая». Это не представляет сложно. Ну вот, и поэтому, Ну, сумма вот здесь вот двух взглядов, на самом деле, содержит единицу, то есть является серверным взглядом, и тем самым не может быть такого, что такое вот условие выполнено сразу для двух индексов типов, потому что тогда бы пьер Т-штрих от единицы равняется в нулю, а это невозможно. Единица у нас приходит единица. Тем более, для того, что единицы мы обнаружили единственное и для которого выполнено вот это вот соотношение. Все, что нам надо осталось проверить, это проверивший расширение, если для данного единицы выбрана такое вот и, нам надо проверить, что расширение МИТа над М и МИТа шлифт над М соспадает, точнее сказать, канонический видомор. Ну, это, точнее сказать, простые замочные, прошу прощения. Ну, действительно, давайте используем вот это вот обстоятельство. Насколько вот эта вот у нас композиция у нас равна нулю, это означает, что существует гомантизм. и из нее из композиции у нас равна штрих. Такое, что его композиция спиритая совпадает с МИТа штрих на ФИ. Собственно, вот это вот условие, необходимое достаточное условие для существования вот такого вот изоморфизма. У нас имеется изоморфизм из всей, изоморфизма из всей суммы, мы имеем почти. И мы знаем, что этот изоморфизм равен нулю на идеале, который есть ядро осоображения ФИ. То есть мы можем пропустить его через фактор МИТа, вот этого вот ДТА. Ну вот, отсюда следует вот этот вот вход. Значит, существует вот такой вот изоморфизм, и сюрреективен он по определению. Поскольку он на самом деле идет штрих сюрреективен. Идет штрих сюрреективен, и поэтому это гомантизм, который нашли, тоже сюрреективен. А и не сюрреективен он потому, что его, область его определения будет. У сюрреективен он по определению. Ну и тем самым мы установили изоморфизм. МИТа, МЮТа, ШТИ, начнем тянем и доказать. Все это выражает следующая элементарная парочка. То, что мы сейчас проверили, это что прямая сумма полей не может совпадать с прямой суммой других полей. Если прямая сумма одних полей, которые суть конечного расширения исходного поля, с подрядственной суммой других полей, которые есть конечное расширение исходного поля, то эти разные поля, ни изо многих поля не могут в эту сумму встречать. Все, что сейчас было, это нормальная парочка. Тем самым мы проверили вот это обстоятельство, и вы же работали вот с этим вот разложением для разных пометий, для которых я, список которых я уже примерно определил. Давайте я, пожалуй, сформулирую еще одну последнюю теорему, совсем легкую. Она техническая и связана с конструкцией, которая очень проста и очень часто используется. Это так называемая форма следа. Что такое форма следа? Путь как большая форма магия, это какое-то конечное расширение. Мы можем рассмотреть следующее отображение. Паре элементов А и М поставить соответствие средств их произведения. Совершенно очевидно, что это симметричная беринейная форма. Симметричная беринейная форма магия. Со значениями канала. Симметричная беринейная форма. В себе можно составить в том, что свойство этой формы зависит от того, сепарабельно линии расширения канадсказ. Итак, если канадсказ сепарабельна, то эта форма не вырожена. Пункт Б, если К на Х не сепарабельна, то это форма равнолю. В этой теореме есть две части, первая и вторая, ну, вторая здесь приведена для проформы, но тем не менее, значит, тоже полезно. А первая часть очень широко используется. Так, можно же взять единички и там тратить неналевую будет. Заглуждение. Единички взять можно, но то, что у него будет неналевый свет, это неправда. Потому что как раз свет единички вычислить очень легко. Свет единички, поскольку лежит в основном поле, то она является элементом основного поля, и следовательно след любого элемента основного поля равен ему самому, помноженному на степень расширения. Степень несепарабельного расширения делится на характеристику. И тем самым свет единички, очевидно, равен нулю. Я напомню еще, что след элемента зависит от того, какое исходное расширение как большой национальники мы рассматриваем. Форма следа, она имманентно никакому элементу алгебрического взмыхания не присуща. Форма следа существует для конечных расширений, и форма следа определяется именно конечным расширением, а не только элементом. Сам элемент может при этом лежать во многих разных расширениях, но если мы его будем рассматривать как элемент разных расширений, то у него будет разный свет в основном поле. В частности, вот пример с единички показывает, что если у нас степень расширения не делится на характеристику, то в след единички есть, конечно, не нулевое число. А вот если делится, то в след единички как раз равен нулю. Из того, что след единички равен нулю, не следует, что след любого элемента равен нулю, то есть след любого элемента основного поля равен нулю, это следует из такого же рассуждения. А вот то, что след какого-нибудь элемента из большего поля равен нулю, это вообще, говоря, не абсолютно очевидно. Ну, допустим, ну давайте мы начнем с части Б. Пусть у нас есть несепарабельное расширение. Давайте сначала рассмотрим случаи, когда есть сединка в большом, это примитивная линия. Необязательно, несепарабельное расширение не обязательно найдется примитивный элемент. Но мы предположим для начала, что вот это вот, что x это примитивная линия. Это означает, что степень элемента x совпадает со степенью расширения, и тем самым характеристический поленом элемента x это тоже самое, что минимальный поленом элемента x. Значит, обращаю вас внимание, что след по определению есть второй коэффициент характеристического поленома с обратным знаком. Соответственно, если характеристический поленом совпадает с минимальным, то след элемента есть второй коэффициент минимального поленома с обратным знаком. Это не всегда правда, это правда только когда элемент примитивный, когда характеристический элемент совпадает с минимальным. Итак, пусть наш элемент примитивен, пусть его характеристический полином совпадает с минимальным. В этом случае свет — это и есть короткоэффициент минимального полинома. Но давайте вспомним, как устроены минимальные полиномы несепарабельных элементов. Минимальный полином несепарабельных элементов устроен следующим образом. Степень любого ненулевого члена в минимальном полиноме делится на П. И тем самым легко видеть, что второго сверху коэффициента не может быть у такого полином. Степень любого ненулевого члена делится на П, максимальная степень делится на П, а следующая ненулевая степень тоже будет делиться на П. И тем самым второй коэффициент автоматически окажется равным нулю. Это доказывает, что свет равен нулю в любом примитивном элементе. И если элемент не примитивен, то мы знаем, что его характеристический полином есть в некоторой степени минимального полинома. Ну и дальше можно легко проверить, что характеристического полинома тоже второго коэффициента быть ненул. Если минимального полинома этого коэффициента нет, то в его степени тоже второго коэффициента нет. И тем самым тот факт, что для сепарабельного совершения формы следа не существует, это мы проверили. Ну и все, что осталось, это проверить, что форма не выражена, если у нас на совершение сепарабель. Давайте это проверим. Давайте приведем предположение о том, что эта форма выражена. Что значит эта форма выражена? Это значит, что существует B. В ходе А такой что для любого А из поля К следа B равен нулю. Вот это вот подтверждение нам хотелось бы проверить. Теперь обращаем внимание, что наше решение сепарабельное. Для сепарабельного решения мы можем использовать другое определение следа. Не то определение, на которое я ссылался сейчас, как на минус второй коэффициент в характеристическом полиноме, а определение через элементы сигма. Это определение работает в точече для сепарабельных решений. Мы как раз рассматриваем случай сепарабельных решений. Ну, давайте теперь вот это вот флагулы перепишем, вот так мы увидим. Значит, для любого А, следящего К, сумма по всем сигмам, сигма от А, сигма от Б равняется нулю, поскольку сигма от АБ. Это, как очевидно, сигма от А, сигма от Б. Ну, теперь обращаем внимание на то, что Б это у нас какой-то фиксированный элемент. И поэтому сигма от Б это некий фиксированный элемент алгоритического ЗНК. А само же отображение сигма это характер, это гоморфизм из разверточки. В частности, это вообще гоморфизм из этого поля, это поля, но в частности это гоморфизм из мультипликативной группы этого поля, в мультипликативную группу алгоритического замыкания. И получается, что наш характер линейно зависит. Чего быть не может. Глему о линейне зависимости характера мы доказали, когда разбираюсь с чем разбираюсь. Надо вспомнить статичными решениями характера. Это ровная линейная комбинация характера. Линейная комбинация характера не может быть постоянно нулевой. То есть для любого А вот это вот отношение не может выполняться. В качестве первой группы фигурирую та большая саджерчика, в качестве второй группы фигурирую мультипликативную группу алгоритического знания. Ну и тем самым пункт А. Тоже да. Итак, у нас имеется две сепарательных расширения, которые только у нас и будут встречаться с темой чисел, поскольку мы будем заниматься в основном расширением полиоакциональных чисел, а в том случае, когда будет расширение полиоакциональных характеристик, мы будем, как правило, уменьшиться с сепарательностью. У нас имеется весьма натуральным образом определяемая биринейная комбинация на поле К. Это означает, что с полем К мы сможем обращаться, условно говоря, как примерно с естлидовым пространством на поле К. То есть на нем имеется невыразенная биринейная форма. Но это невыразенная биринейная форма, конечно, не со значениями в действительных числах, а со значениями в основном поля, но для тех теорем, которые мы будем доказывать с ее помощью, это будет не очень важно. Все, вот на этом теория была точно кончилась. Поскольку у нас осталось там максимум 5 минут, я не буду начинать следующую тему, мы с чистой совестью приступим к ней в следующий раз. Соответствующий конспект на несколько ближайших эрекций у вас должен уже вернуться. Значит, все отныне, все, что будет происходить, это тоже чистая сего речи. Всем спасибо, до встречи в следующий раз. Спасибо за просмотр!